я все сделаю здравствуйте здравствуйте сегодня у нас 1 апреля 2015 года канала подготовка программ плохие новости я вячеслав мальч со мной студентов эдуард баба джанин у нас прямой эфир вчера мы не прощаясь вырубились я так понимаю что сразу две две такие наводные вещи были до 1 это с электричеством сбой какой-то другой чет на ю тубе там нет ни тогда одна почему ну значит это у них сразу но у нас перегрузка пошла у нас была перегрузка на у них а я еще до пяти утра не сверчали мигал ну ты заметил не было ничего не может не мигать но он если перепад давление перезагрузку вызвал а это видимо сбой в транслятор в этом сам не знаю я тоже слабо разбираюсь я вначале просто подумал что это электричество кто включили youtube а там все висит ю тубе наш программ ты любишь электричество да как красил я люблю электричество красил для лампочки взрываются прямо в руках вот пишет нам олег ч опять сегодня один знакомый чиновник оговорился назвав путина гарантом коррупции потом посмеялся и говорит что может это и так и есть хороший гарант коррупции мы уж говорили что там написано в конституции что путин гарант конституции они написаны гарант чего соблюдение конституции нарушение конституции или ее игнорирование так что он любого варианта он может быть гарантом да ну вот может володя мог бы сказать есть путин есть конституция нет путина них но некому же гарантирует значит нету скажите у нас когда-нибудь будет общество в котором человек сможет реализовать себя в том к чему у него талант а то отрицательные селекции приносит свои плоды илья дар конечно такое общество будет если люди будут к этому стремиться если люди будут стремиться даже в мелочах я не хочу проповедовать здесь ничего потому что я понимаю что рыба гниет с головы ну не во всем же рыбы то виновата да каких мелочах когда мы не помогаем друг другу когда мы отталкиваем вообще человека которому можно совершенно спокойно без всяких напрягов помочь да даже вот как помчат в английском таком произведении женщина в белом что-то помните я будет очень добрый человек я я всем помогаю вот так чтобы это мне ничего не стоило но у нас даже так не хотят помогать что даже ничего не стоило понять вот в чем проблема поэтому наверное мы придем к этому ну и завтра я не обещаю что мы возьмем власти здесь будет рай на земле я обещаю что здесь ада не будет вот того который путин устроил да и это не первоапрельская шутка ну в общем спасибо как всегда традиционная нашим спонсорам за поддержку так сейчас я а ну 7 1 апреля до такой вот день особенный в день и доллар придумали в этот день вот в нацистской германии устали в тридцать третьем году если кто помнит на евреев наезжать в советском союзе в сорок шестом году арзамас 16 подписка подписали документы на создание но это ядерный центр культурная революция закончилась китая шестьдесят девятом семь шестом стив джобс и возняк организует apple ну и так далее то есть много много вещей совершенно веселых например вот в девять первом варшавский договор распустили достаточно весело и такое дело потом ельцин свое время 97 подписал указ о том 1 апреля чтобы всех пересадить на этих чиновников на отечественные машины но тогда все очень сильно посмеялись я зампредом дума был и у меня как какая числилась волга старая но я даже такие особые не пользовался и поэтому как-то ну это скорее относилась не ко всем чиновникам депутатам а вот к некоторой части да потому что в 97 еще для многих чиновников какая-то раздолбанная волга это был там вообще манна небесная да то есть еще не было никаких мерседес бандиты ездили на мерседес поэтому поддержанных больше дака нет конечно тут это однозначно так вот тут вопросы зады а вот мне по всем прислали тоже о чем я писал 1 апреля люди в разные годы вот 2014 году тут написано шойгу призвал продемонстрировать миру категорическое неприятие россии фашизма и я пишу и добавил хайл путин потом значит путин поздравил эрдогана с победой его партии я пишу то есть с победой исламизма это подчеркиваю 1 апреля 14 год когда про то что эрдоган исламист вообще никто не говорит нигде вот тринадцатый год развожай фудольцов и торгомадзе это следственный комитет говорит организовали беспорядки 6 мая я пишу злодеи подкупили известных писателей артистов раздав 300 тысяч долларов на всех вот ну тут другие сообщения и вот 13 года тоже 1 апрель 13 года путин поддержал предложение возродить знамя звание герой труда я пишу наградит ротенбергов тимченко и абрамовича который у него ударно трудится но вишу гадал я да ну про электронный браслет вот мы вчера говорили дяденьку сажают а вот лишь окажется 1 апреля 13 года электронные браслеты для фаса им похитили 1 и 6 миллиардов рублей я пишу борясь с преступлением путинский порождают большие преступления ну и так далее то есть вот многое в двенадцатом году интересный вот самый мне кажется приколы на день дураков тут пишут 1 апреля 12 года я пишу а в россии день дураков уже отпраздновали 4 марта день к путин избрали 12 году вот то есть так она наверное есть вот тут вот спрашивают тоже алик вов спрашивает с каким из библейских героев я бы сравнил его но я подумал но наверное такие образы библейские наверное это вот тот сон который но но у худоносору прояснился колосс этот и стукан на глиняных ногах на башка золотая грудь медные руки серебряный там вроде пониже все железное глиняный вот ну наверное это путин скорее всего ну или вот этот валтасар да то есть вот грозные буквы давно уж давно на стене чертовит уже то сара у нас вата царь вот это царь но он же не сар отца ну царь я у был этот балл их бог то балл нас царь наверное он назывался я так понимаю царь богов до балл у них вообще был бал конечно да так что вот путин наверное волтоссар ну и во всех пониманиях то есть волтоссар халдейского племени но он в полном смысле халдейского путин там с чемоданчиком халдей в нашем понимании слуга да халдей иди сюда халдей червот халдейскую как и волтоссар тоже сидит бухает там в роскошном дворце тревогу вином заливаю но грозные буквы давно на стене чертит уши рука роковой тут минамины такие лупарсин то есть исчисленно исчисленно ли считано считано взвешено разделено и вот страшно то пророк да не помнишь сказал что исчислено царство твое взвешен ты оказался слишком легким и разделено будет твое царство плохо если это так понимаешь потому что она она идет к тому что в россии будет разрушена россии будет разделена как то царство волтоссара что чтобы я не хотела на самом деле не очень переживаю в том смысле что россию все равно никто не поделит но проведут какие-то воображаемые эти границы понимаешь сам сам процесс и в процесс днр лнр по всей россии ты же сам понимаешь будет саратовской там днр самарская днр и тогда битва с дураками вот когда конечно много дураков то и автомойщиков их гораздо больше так и больше так у них мозгов нет мы все равно придумаем как их извести подкорить дураков то зачем мы же их не собираемся собой будущее брать на это они нам нужны там да вот спрашивает какая самая смешная шутка ну если имеется в виду вообще в мире какая самый много очень смешных шутку то я время готовится не был такую на вскидку подумал зачем подумал что для меня одна из самых ну не самый смешно я потому что не могу сказать одна из самых смешных я не очень я очень люблю чаплина но не очень огни большого города то есть гораздо больше новые времена мне нравится и обожаю но в огнях большого горды гениальная шутка помнишь когда он смеляет с миллиардером там или миллионером который он спас от смерти они набухались тот его отдел там дать машину я тебе дарю все и он пришел его пьяный домой слуга его забрал эту миллиардер а чаплина не пустил и он у расчет свой денег нет а дед как 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 дэнди авто здесь и мужик идет курит сигару и он садится в автомобиль ну так пошел на теплом ду че будут занимать и силы есть ждет канал бычок ты кинет чтобы подобрать и мужик кидает бычок у машину оттанавливать на ручник ставит выходит а тут бомж какой-то такой из драненький нагибается он его так но с ноги оттолкнул ну как у чаплина берет по закурил и и садится машину поехал бомжку нифига тебе вот козлы гениальный шут а если лично моя шутка который на 1 апреля но нам самый смешной что я сделал на 1 апреля на восемьдесят четвертом году поднял заставу по команде к бою один я был дежурным начальника не было я открыл оружейку а там такая вот дырка а в учебных целях никогда команда это не подается поезд что на территории застава враг орудует и все и я все включил чего положено сигнал прокричал заперся и смотрю дырку они набежали оговорить 1 апреля дураки но они там пошли спать я думаю что если я сразу вышел результат был бы другими дали наломали потому что белые все собрались а я вспомнил самую смешную шутку в исполнении монти пайтон такая так и называется самая смешная шутка не не помнишь мне не помню но когда там все читали вот один этот юморист придумал самую смешную шутку она настолько смешная что кто и читает умирает да 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 я помню ну ладно тогда к нашим плохим новостям да да взрыв на нефтяной платформе в мексиканском заливе произошел черномыль за вспоминается да не был никогда и вот снова и вот опять то есть опять в мексиканском заливе бомбанула платформа и если опять начнет а тут что-то выливаться ну наверно будет сильно неприятно потому что уже там столько вылилось там что-то подсчитано официальный бридж петроли он подсчитал 5 миллионов баррелей до прошлый раз вылилось а сейчас сколько фиг узнать но это официально потому что другие кто считает неофициально не дают абсолютно другие цифры причем некоторые там чуть ли не в 10 раз больше но не в 10 но серьезная разница поэтому умерла умерла первая жена джона ленна синтия да вот плохие новости что ж она христили это до 76 лет от рака она умерла в общем такая это я так понимаю мама джулиана про которого была написана песня самой но одна из самых знаменитых битловских хейджут всю эпоху уходит эпоха я помнил когда умер но я рассказывал не буду пересказывать это такое событие был какой-то а сейчас в общем-то уходят фигуры гигантского масштаба но я не про синтию конечно она просто женой было а вообще и как-то нормально так привыкли что называется ну тышь какие разные у него жены а про одну про одну я вот только сейчас узнал что ее звали синтия а про другую уже деваться некуда ну да нет конечно да ты прав ее клон она впереди паровоза всегда бежал я кого она не был такой он же ну как джон юн да можно же так поиграть ока и она сок кремль прокомментировал первоапрельское сообщение о передаче мистрали в е.с. да то есть там кто-то пошутил что мистрали отдали в е.с. а один будет в риге служить а другой там еще где-то будет служить ну там я так прямо против на на балтике да ну в странах нато и вот песков сказал стоит вообще такая вот это не шутка прям это не шутка не не возбудила она его что ж в каждой шутке есть доля шутки говорили раньше помнишь на самом деле я не думаю что это на сто процентов шутка посмотрим да это кстати удобно сейчас такие вбросы делать до 1 апреля но на эти сегодня серебряные дожди везде разыгрывать 20 миллионов долларов причем по одному миллиону долларов но смысле там что-то звонят все серьезно восприняли весь серебряный дождь на столько стоит не знаю да там есть организации которые получают 20 миллионов долларов я имею ввиду интернет организации а у которых зрителей меньше чем у нас да они 20 миллионов и это не 1 апрельская шутка они реально получают эти деньги на чо них тратить я не знаю у них зрители гораздо меньше ты про радио свобода вот пишет с мистер алими не пошутили вот посмотрите я тоже так думаю что с мистер алими могли не пошутить куда-то же все равно девать надо конечно но не в регионе окажется надо в каком-то другом японцы их купит как в свое время они скупали тогда все все корабли какие возможно ночи выбрасывать что доброта глава кремля собрал членов совбеза на оперативное совещание да и вот этот странный какой-то оперативное совещание такое резкое потому что лаврова там нет а он на каждом таком оперативном совещании там царит да там со своей внешней политикой ну потому что она сейчас наверное совбез других вопросов кроме внешнеполитических и не решает потому что вроде как все остальное можно решить в рамках министерств но я имею ввиду то что происходит внутри любой силовой министр сам решит а вот я думаю что это касается внешней политики и касается того что ситуация нагнетается очень серьезно тем более что вбросы вбросы такие идут и к первому апреля огромное количество вбросов связанных с началом войны они правда не получили поддержки но я имею ввиду не стоит никто не репостит но очень много таких заявлений о том что вот там собираются напасть силу самообороны японии приведены в боевую готовность и ждут приказа выдвинуться в направлении южнокурильских островов ну и вот это не не первоапрельская шутка действительно я как раз подумал что шутка нет там в том-то и дело что японская армия приведена в боевую готовность и флот в частности приведены в боевую готовность из-за чего ну не думаю что они так бросятся сейчас захватывать там этот шикотан там кунаширует на каком это как защитить японских своих этих ну да своих японских этих самых это понят был нрднр будет река нрд но как бы там же тоже ситуацию они просекают они понимают что до осени чего-то разрешится а вот они как раз отменили до осени все там отпуска увольнения так далее это очень такой момент давайте до завтра дожди дождемся не ну сегодня что до завтра я уверен что они сейчас не бросятся я говорю на кунаши до завтра до 2 апреля чтобы понять насколько серьезно не да эта информация еще пришла два и два дня и вчера подтвердилось и позавчера подтвердилось что там в японии шевеление очень серьезно идут они вот как сдали вот авианосец новые там прям 7 мильными шагами потому что они понимают что здесь весь мир готовится к войне в этой войне они понимают что в этой войне они не будут играть первую скрипку а соответственно они должны что-то там из этой войны вынести ну хотя бы сахалин там я не думаю что они рассчитывают в результате войны какие-то вонючие острова получить нет конечно они что-то серьезно рассчитывают отжать ну там сахалин я думаю это как бы нормально по чину до financial times опубликовал статью о перевооружении немецкой армии называется статья европейская стабильность угроза россии говорят что 40 миллиардов но это правда это это не первоапрельская штука 40 миллиардов евро на перевооружение германия собирается потратить и что она как бы спокойно и ежегодно 25 лет последний каждый год снижала расходы на оборонку и в конце концов случилось такое что сейчас там определенной категории граждан которые представляют из себя электорат очень сильно волнуются говорят а как же так нам защищаться теперь нечем и кто виноват а подать сюда ляпкина тяпкина но это сам понимаешь что политики сразу очень сильно начали дергать ножками там выдавать какие-то денежки а быстро же это ничего не решается то есть вот военпромышленный комплекс должен всего мира сказать огромное спасибо господину путина представляешь то есть там ужимались ужимались ужимая уверен что он должен сказать спасибо не знаю может уже заплачен да ну конечно да да за то же заплачен не говорят спасибо конечно то есть они сидели там и мозг себе разрушали вопросом как провести какую-то конверсию того или иного производства а сейчас черный лепи все то же самое что было раньше и получай сверхприбыли да классно то есть это как врате 300 процентов до который про который карл маркс говорил этот про электричество я вспомнил как когда сказал говорю что эти производят электричество плюс сто процентов эти транспортируют сто процентов от деньги собирают плюс сто процентов и вспомнил ту цитату знаменитую про 300 процентов карл бакс то есть вот это 300 процентов от наверно у них у капиталистов какой-то вот заветное число такое вот суперская чем не 600 не тысячу почему не 250 именно 300 еще есть цифра 100 500 до 100 500 да да так канцер германии ангелы меркель заявила что режим прекращения огня на украине соблюдается не полностью да я ценю то есть вот это как из советского не до перевыполнения плана составила если соблюдается не пол значит не не соблюдать и конечно потому что если это режим и прекращение огня введен то он предполагает при полное прекращение огня не такое такое частичное то есть тогда бы они сказали с какой там ну там кто начал стрелять давиму звонят ты там не части ри же как в армии команда ри же жесть я тоже подумал об этом улюкаев нам главами минэкономразвития прогнозирует курс долларов в 2018 году в районе 52 53 рубля самоуспокоение не трава вот эта цифра мне нравится 18 год да да это вот он до этого момента надеяться очень сильно досидеть дальше и пофига не что самоуспокоение вот я говорю кто слушает улюкаев покажите слышу люкаев вот я тебе говорю восемнадцатом году в лучшем случае ты не тоже сидеть не будешь министром самом лучшем случае ты не будешь просто сидеть но это если тебя не будет в россии то есть мы тебя там будем ловить ловить я не знаю поймали не поймаем но вот если будешь ты в россии то ты будешь сидеть в тюрьме я так полагаю где будет твой путин в восемнадцатом году ну скорее всего на земле его не будет хотя вполне возможно что будет в трибуна не два варианта а поэтому еще вас заботит рубль с долларом восемнадцатом году я вообще не понимаю ну вы же умные люди вы понимать что двум семнадцатого года вас никого не будет медведев там уже две тысячи восьмидесятый называет цифры до этого в астрал ушел врачи они я говорю нет кощей что мы в разных мирах живем понимаешь то есть они себе семь веков намерили все эти люди скоро они начнут выпускать как это вечные иглы для привуса да на все деньги что у вас уже более 40 тысяч подписчик до 7 должно было 40 произойти поздравляем все это не у вас а это нас уже сюда всех вместе это еще к тому надо сказать что не все же подписаны ночью больше чем подписано а не считая перед но если смотри если я сам не подписан на эту программу если я сам не подписан то о чем говорить ты же не читатель да я не читать ли я писатель для как тот чупча вот улюкаев предсказывает рост рост кстати экономики от всемирный банк предсказывает рост бедности да и спад предсказывает но потом вдруг говорит а вот в семнадцатом году все-таки в россии два и два процента будет и так далее там тоже непонятно в каких системах координат живут вот сейчас он будет спад потом шестнадцатом году полная жопа а вот в семнадцатом начнется там эге-гей движуха вперед это чего это не решили и почему они решили что она в семнадцатом начнется это движуха нет у них начнется они будут двигаться во все стороны не они же они же говорят про россию про ввп россии конкретно так это они себя имеют ввиду они же есть россия путин на россии ввп это путин в россии заработал национальная систему платежных карт вот этот 1 1 апрель с грамм да это вот они прикололись конечно представляешь у них из 80 банков в двадцати что-то там со скрипом заработала закрутилась там звонят алё закрутилась у нас все весело красота прошла платежка в двадцати банках из 80 они горят она у них систему заработала так делается что мастер-карт и визы продолжают работать между прочим но они сказали они просто назвали это теперь они работают в национальной системе да ни в какой национальной системе они работали просто работают свои но там они согласились что вы называете это своя система ну раз вы так хотите и все нет у них никакой системы вот если есть специалисты по этим вопросам очень было бы интересно ваше мнение узнать до условно говоря реально это переход на какую другую систему или просто обозвали а пользуется той же самой мастер-карты визы программного распечением я имею ввиду пишут мальцев все знать что будете что-нибудь человек не может знать все но учила человеку дал данные мозги для того чтобы он мог предвидеть очевидное очевидное же можно предвидеть ком лев этот начальник процессинга нспк отметил что по картам мастер-карт подключены все необходимые банки к вопрос кому необходимо да тем более только что я говорю наверно наверно песков прокомментировал рейтинг путина сказал что в кремле к этому рейтингу относятся спокойно да спокойно такие они относятся спору понятно они его сами рисуются полтора раза он у них вырос опять глупо было бы смотреть как песков нарисовал 86 процентов и тут же подскочил на месте и закричал смотрите 86 они провели пресс-конференцию у путина значительно вырос рейтинг как ты думаешь сколько процентов он стал наверно меньше чем 86 должен быть у них же растет 74 75 то есть он вырос он сейчас находится на самом пике с момента прихода путина к власти тогда какие 86 процентов про которые нам чесали понимаешь вот то есть а оказывается 86 это они по-другому мерили а если померить то есть а как температуру в нашу на верить там и в жопе поняла что они померили вот в жопе а там нет там 74 процента а вот в носу 86 что за хрень такая вообще и вот эту чешу поставить на тогда наверное они сами удивятся что пациент скорее мертв чем жив да придурки вообще я говорю мы вспоминаем всегда николау чушеску нашего карпатского гения до который у которого сколько там 97 процентов было за 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 пол за полтора суток до расстрела фактически за двое суток до смерти у него под 90 процентов потом вдруг народу весь восстал чушеску побежал на вертолете полетел какие-то его схватили посудили вывели расстреляли все был рейтинг должен умираем должен быть счастлив что вот этим рейтинг у него зашкаливает рейтинг мой положите мне во гроб да вот я придумал эпитафию путинскому памятнику эпитафию здесь лежит человек с большим рейтинг это хорошо это брал так мы напишем песков сказал что также что про путина что его как и предыдущих российских лидеров демонизирует в мире из-за того что он пытается отстаивать интересы своей страны да он сказал не надо его демонизировать я тоже могу сказать чего демонизировать обычно зачем как мы его не демонизируем же да вот тараконизируем нужно нужно понимать нужно объективно к нему относиться и вот мировым лидером тоже понятно что всех пугает только одно красная кнопка вот это пугать не был красной кнопки он был бы просто клоуном да таким с этой кнопочкой конечно страшновато может нажать и чем больший клоун тем раньше нажмет но вообще диктаторов есть много и как бы они со стороны это клоунами смотрятся но даже без ядерного оружия но внутри то они ничуть не лучше вспомним тоже гаити там да вообще все хочу карьеру джи вальдер на уж папа подок сыночком они все плюс сынок может быть и получше может быть путин был в какой-то людей то они кушали оба я так не они не кушали там у них зомби быть там у них своя была своя дамич пуха какая дает кушай это кушали здесь в африке на гаити вроде как обходились обычными стандартными продуктами говядины и свинины тангейзер могут оставить репертуаре в концертном исполнении но вот других новостей нет да тангейзер это просто эту пряж вот без вот я православных хочу спросить они совершенно что упали с дуба то есть они кого-то там выгнали в результате они взяли какого-то гражданина который с еврейской фамилии до который возглавляет театр в питере теперь он будет еще возглавлять данный в новосибирске с разницей почти в пять часов полета да на самолете ему летать они вам все из-за границы ну да водят страной чё понятно что просто как бы местечко тепло освободили все для человека который занимался бизнесом потом разорился компания пошла не знаю куда да там все разворовали кроме всего прочего уголовные дела ну замечательно зато вы тангейзер там гейтах и тангейзеровать будет тебе тангейзерить лучше тангейзерить вот так вот новосибирский театр с со скромным названием глобус по рекомендации областного министерства культуры урезал спектакль песни о родине после того как одна из его частей вызвало недовольство православных активистов все православные активисты ломанулись в театр не а там там была провокационная вещь но она в виде притчи о том что был такой православный ёжик который крестил белочку она утонула и он обрадовался что она у отошла в мир иной крещеный я так понимаю что это вот они по поводу всех тангейзеров и поставили вот поехать вода поэтому конечно сейчас стоит вот ждать кстати и вала с той стороны сейчас артисты хоккеисты на конечно усиливать усиливать до ночи видишь как это тангейзера до разорекламируют кто-то до в новосибирске какой-то крендель поставил какого-то тангейзера помощь я я тебе рассказывал как нигать пойдем в театр опербалет в юные годы там нам там лет по 17 по 16 мы ходили в театр опербалет там пив пить всегда не не вот там пив бар в какой-то вонючий где одна алкашка туда там все роскошь золото бархат мне говорит о чем там что тангейзера если бы шло ингрии на я может и и там и и пошел тангейзер право мне не никак и вот в этой ситуации а я хотя и не заедлый театрал ну как бы люблю театрами искусство а те кто никогда в театр них и ну в смысле они не к не прокатал тангейзер слухом не слухили уж какие там изыски с крестами и чё они бника в жизни не узнали если бы эти придурки им не рассказали везде просто абсолютно интересно божественной комедии запретят не знаю возможно чё она же образцово туранешь всегда в репертуаре надо им подсказать надо подсказать как так божественной комедии да это очень зло злобное извращение это цех подпольный цех в либерцах мог подделывать лекарства на 30 миллионов рублей в месяц да сразу так мало казал маркин о том что вот впервые уголовное дело за поддельные лекарства возбудили да и вот тут интересная тема в 2001 году лекарств официально было 10 процентов от оборота поддельных потом это начало расти и весь срок службы так сказать путина росло невообразимо иногда давались сведения да там 50 а то и 80 процентов по отдельным этим до 80 процентов по отдельным направлением был подделок да и тут не 86 8 минут как не брать от речи коррелировать они должны да вот и тут в этот маркин слава богу сообщил нам что впервые уголовное дело они возбудили флагом в руки может быть кого-то поймают да поймает поймает вот следующий но все от поймали а что толку вот по отделу бориса немцова обвиняемым губашеву с кирханова и бахаеву удалось доказать незаконность своего ареста дадаев остается под арестом но отрицает ну отозвал свои признательные показания сказал что они даны под давлением разваливается дело конечно дело разваливается это очевидно по формальному основанию людей отпустили или отпускают может еще не отпустили в суд по крайней мере такое решение вынес уже что я думаю что потом они долго этих людей ловить будут решение вот на чем они по решения мере пресечения принимал один и тот же сладо по формальному основанию конечно это серьезным нарушению пока да ну что это это легко был предсказать что в любом сумме какие перспективы час их на эту всех от вот как взяла политковской надо будет заболтать это чтобы это шло долго чтобы не равно там же какие-то все-таки обвиняемые остались а тут никого не они не хотят принимать решение по существу это очень важно им нужно чтобы приговор они рассчитывают на приговор после 2018 года ты понимаешь вот как улюкаев рассчитывать на улучшение после 2018 они на все рассчитывают потому что для них это важный очень момент вот этот 18 год вот они на полном серьезе вот этот путин и вся вот эта мечпуха его они думают что они сейчас мы тут худо-бедно до сидят до 18 а там надо избрать путина да забудьте вы часу машин сошли кого вы там изберете выборщики хреново влить в липском филиале компании рашен произведен обыск имущество порошенко опять да там из-за мошенничества и это вот любую компанию возьми и крупную любую компанию можно обвинить в мошенничестве с ндс любую подчеркиваю крупную компанию поэтому ну боятся политический заказ они там чуть дербанит и вот тут как порошенко на это будет смотреть понимаешь порошенко же тоже как бы мыслит как коммерсант как ротенберг он мыслит то есть если в россии может тимченко ну да если в россии моя к чему может быть закону ротенберга о так скажем возмещение каких-то утрат ну через закон на украине возможно такой может быть даже не через закон скажет ну там меня пощипали я же могу как-то компенсировать от чем нельзя там пощипать что ли в ответ на там что же дофига всего это говорю мы вот как бы тем нашего разговора бюджет там же конечно за счет как бы зеркальный ответ такой симметричный то есть насколько обули здесь настолько а будь надо там не вдвоем цена ты знаешь как минимум лучше в пятеро не нельзя делать один к одному ну я согласен с тобой это как бы это некая это с точки зрения коммерческих рисков лучше один к пяти для спикер совет федерации валентин митвей матвиенко утверждает что сенатор вячеслав фетисов избавился от офшоров но его подвел компаньон галли они смешные да вот видишь вот представляешь сегодня мне рассказывает такую вещь человек закрыл предприятие семь лет назад нулевые счета закрыты ничто ничего никуда не платит отправляет в налоговую каждый положенный срок бумажки что ноль ничего нет вдруг из налоговую приходит там приказ судебный надо взыскать какие-то деньги какие деньги счета закрыты ничего не производил нет на доходов нет налогов нет оказывается когда-то там было где-то принято решение что нужно сообщать в налоговую по электронной почте они носить на почту и отправлять и все что написано и отправлено они не принимают во внимание а как же вы вот нарушили вот по пять тысяч пожалуйста штрафу заплатить не охренели ли совсем вообще уже в хлам просто охренели поэтому а фетисов да вот вот этого человека вот что подвело того человека ничего ему не подвел вот эти налоговики сосы подвели а чтоб подвело фетисово какой-то партнер его подвел он ему сказал вот это в двенадцатом году еще переоформе а тут взял и не переоформил он бедно законе же нет по моему там ссылки на то что если партнер подвел да не считается они хотят в очередной раз вытереть жопу до очередной статьи уголовного кода то есть этого административного кодекса да и сказать но это же там ну надо же по-человечески подумать да условно бы они же к этому подводят конечно а я не понимаю чё фетисов так держится зубами за этого министра он не министр сейчас он нашел совет федерации вот и да о чем зубами держится может он боится в тюрьму в тюрьму в тюрячку посоле посоле и да не потеряет не знаю как ты нужна быть при делах уж совсем-то быть таких там все на взял бы душу вот получается что вот тот которого навальный выжил из думы 1 он оказывается самый порядочный из них из всех он же не стал крутиться как там эти все остальные да ну и ладно пошли в задницу пойду пойду жить на свои честно украденные бабки да и ему за этой похлопали сказали ну в доме сказать ну и правильно чё тут сидеть и это сама а эти вот из последних сил зубами держится в зубами чем у фетисова денег не хватает что или славы не хватает или корки ему какие-то дополнительные нужны в россии по моему ему если бы он вот сейчас говном не занимался вот этим да по моему никому ничего не надо было доказывать вот если бы он не полез в эти самые он в любом в любой город в любой двор в любой домой бесплатно вывозь президент беларуси александр лукашенко считается что сша должны подключиться к процессу урегулирования ситуации в украине так как без них стабильность там невозможно вот вот и все да это то о чем мы говорили то есть лукашенко все начинает правильно понимать вернее на него понял то все правильно сейчас начинает правильно поступать открыть перешел на сторону оба все он не за все равно не перешел наверняка вот нет сказать то он может чего угодно но когда он так заявил это же путин он просто взял и и кинул там потом по он понятно будет оправдываться что это выдернуто из контекста и так далее но он же делает не для путина гоню вам и конечно причем он 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 даже не для обамы он для всех это сделать же для не права на поле для обамы он это сделал когда разговаривал с его представителями а здесь он говорит я каждый раз разговаривая с представителями значит властей сша говорю вот то то и то то не продублировал это зачем бы если он говорит это обами обамы не слышит он потом дублирует это вовсе услышали это же не просто так понятно что что он вкидывает таким образом что даже если там кто-то не хочет слышать он услышит ну как ты думаешь лукашенко пусть над к себе я знаю вопросу к жанг пустят на следующий срок а это я думаю лукашенко пока не волнует у нее есть главный вопрос вопрос своих собственных выборов я думаю что благодаря всем этим вбросом и своим переговорам он эти вопросы решил уже пас по выборам а дальше он уже будет там я не знаю тут как бы будет не будет по поводу маза вот но если муж про лукашенко что масса остановили да нет не будет это да ну просто попутно хочу сказать что там ну как как-то вы пишут что это самое в беларуси от чуть ли не под знаком строгой секретности информации все знают ну а понятно что для них это некоторое производство потому что основной потребитель мазов это россия плюс еще украина ну европы но и сама белоруссия в белоруссии уже не надо никаких мазов из-за россии сами продают мазы ты вот у меня товарищ торгует машинами поддержанными вот единственный кто сейчас покупает и приезжать из белоруссии купает можно представить потому что ну как бы гораздо выгоднее выгоднее да вот ну украина тоже временно недоступна с точки зрения мазов презенту молдова николай тим тимофти не приедет москву на торжества по случаю 70-летие победы великой отечественной войне ну это ответ чем берлину что называется ответ путинцев которые кричат по россии 24 что в молдавии про путинские силы взяли вверх помнишь мы с сомнением об этом говорили говорили да ну вот кстати показательно если как сказать порошенко не сделает на молдаване вполне могут сделать у себя вот то что мы вчера говорили это да конечно любая любовь к любая республика казахстан государства которые являются частью советского союза вполне может провести то же самое абсолютно то же самое и еще даже в большем объеме а уж территории который подвергалась непосредственно так сказать нападению так это было бы и очень сильно с точки зрения европы они туда навалились тоже с удовольствием приехали я понимаю именно продемонстрировать свое единство и нежелание иметь дело с руководством россии мне так понимание в поле они в польше это делают но ты же сам понимаешь что это несколько слабее ну конечно это слабее украина отказалась выдать грузии михаила саакашвили ну еще понятно что тут такой что скорее всего придется грузию выдать михаилу саакашвили мы так это скажем да потому что там то что сейчас происходит в грузии конечно это конец тому режиму который там есть это совершенно очевидно это может быть как-то болезненно пройти лучше если это пройдет тихо спокойно и так далее вернется власть в общем к тем людям может быть не к саакашвили но к тем людям которые могут договариваться между собой и не идиотничают стать для грузий вот то что делает грузия сейчас это полное это такие последствия будут мы сейчас поговорим об этом жесткие политические последствия очень причем на многие годы вот в частности я скажу между азербайджаном грузии турции будет подписан соглашение военном сотрудничестве это не первоапрельская шутка представляешь то есть вот куда грузия лезет ну ладно между азербайджаном и турции грузия в данном так сказать триумвирате имеет вот не хотелось бы как каких гадости говорить ну она виде еды вот в застолье троих она виде еды поэтому если они этого не понимали еще и вот как бесплатно поссориться с арменией дает вообще был прайтер ягра сама-то по себе грузии там такой шатко и равновесие и они они смотри влазит то есть они заходят уже сами туда где уже идет третья мировая то есть грузии третий мировой пока нет то есть на все ближний востоке она есть в грузии нет грузия хочет очень это какой идиот решил сделать так это может быть не идиот решил сделать а бог я извиняюсь да потому что готовится хорошая площадка для возвращения саакашвили и ты же понимаешь что все это будет ну как бы по-другому а если он вернется триумфально да по-другому он вернуться не может тогда у него будет шанс стать одним из великих правителей если ты понимаешь да что они все уходили и у них был перерыв и они всегда возвращались всегда два должно быть до два раза вот начиная от наполеона там де голи прочее 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 да вот если ты посмотришь из величайших таких как бы ну кроме советских конечно ниш как пришли но у нас монархия у нас не скачет туда-сюда так что мы еще может услышим о нем и вообще по-другому в стамбульской больнице от ран скончался прокурор мехмед селим кирас но и вчера он скончался захватили прокурора если кто-то видел кадры там показывали видео в ю тубе очень много захватил ну какие-то революционно народно освободительный фронт ну вообще просто парни которые посчитали что вот 15-летнего тогда паренька в тринадцатом году застрелили попали ему в голову газовой гранатой во время всех этих там митингов помнишь в парке в стамбуле против застройки этого парка ну да в общем месяц шухер с этого начался и они видят что как бы расследование не проводится все спустили на тормозах захватили этого прокурора их там пытались захватить убили прокурора ранили он тоже помер в общем все сделано через одно место безусловно ну и сделано я думаю так что была задача задача их у просто уничтожить конечно не была задача освобождать этого прокурора была задача уничтожить а там прокурор что будет то и будет особо больше в так нечестно у тебя крузак чего вагоново сжатый какую-ка во первых у меня ландкрузера не было ни единого дня в жизни каких только машин у меня не было от ландкрузера у меня не был никогда также вот роли вы хотя бы информацию собирайте когда глина его начальству просить какой-то информацию я в общем-то пусть они вам на не скрывали что писать а то когда проявляете инициативу загрузок и знак я на на виду все видят на чем я хочу видеть я официальный зайдите все декларации которые на выборах они все есть на сайтах наших по выборам и там написано абсолютно все еще на и если там даже копеечку большую часть уже имущество этого нет она прода если ты копеечку пропустил тебя просто мы сняли свой поэтому тут все до дедушкиных носков так что вы тут не выдумывайте ничего вот эти правильно вам говорил научитесь хорошо работать не могут поэтому такая вот жопа в этом государстве если бы они умели хорошо работать тогда бы они работали они крали не разваливали так далее но это же элементарно будь путин умным человеком ну разве он допустил такую фигню но он же не умный поэтому и крым наш поэтому и война на украине поэтому вся вот эта хрень поэтому кругом одни воры и жулики но они тоже думают нам что они работают посты тут пишут за деньги такая работа все нормальные люди грамотные посты пишут бесплатно до чтобы читали а дурные пишут за деньги посты ну а как и считает это работой понимаешь да но как ты читал книги для удовольствия они читали для работы да для того чтобы рассказать чё субботу на судоверфи стамбул не прочитаю прошла торжественная церемония спуска на воду 1 сейсмического судна но вот так отсюда выглядит такой вообще вот непонятно непонятно да ну вот это сейсмическое судно будет разыскивать газ нефть и так далее то есть даже вот турки как а сейсмической в чем они там как-то будет да да ну как как вот геологов гидрологов сисьме метод сейсмический то есть там чуть закладывают взрывают но сейчас я думаю и без взрывов там чуть ну короче ногой топнул по земле послушал чё там внутри пару потом какие там георадар и тебе дали сведения в связи с прохождением волны ну ты лучше менять значит университете так саратского учился где там это кафедра нелинейных процессов да вот как раз об этом это очень такой стетоскоп да ну да для посмотреть чё чё в земле ну вот они посмотрят теперь что под водой в земле находится в дне и понятно что даже турки не рассчитывают на какие-то с россией дела мы видим что все даже занимаясь газом и нефтью хотя это уже каменный век все уже идут вперед но даже вот оставшиеся часть кто занимается они стараются как как-нибудь самим это сделать без путина без россии то есть как-то выделиться потому что ну а не понимать во что могут врюхаться если завяжутся как как в зоне да как говорят не надо зафоршматишься да с ним дело иметь это же нормальные человеческие отношения никто не хочет иметь дело с изгоем даже если они его жалеют даже если сочувствовать но зачем даже если они денежки получают да конечно зачем сирия теперь боевики исламского государства подошли вплотную ко дворцу ас асада в дамаске ну это то о чем мы говорили с тобой еще год назад с лишним до случилось правда честно говоря я думал что это случится быстрее вот эта особенность тиранов там на ближнем востоке то есть после тиранов всегда приходят вот такие ребята исламисты да даже если кто-то их не хочет вот я уверен что саудовская аравия не хочет исламистов в сирии да но при этом наверное асада не хочет еще больше и то есть каким-то там помогает которые вот в середине а мы же понимаем что когда идет война то нельзя проскочить между теми этими между траханными и не траханными то есть принимают какую-то по какую-то сторону по трое не сражает за по трое не сражаются все на пытаюсь в чехлять что вот есть некая там не исламистская сила которые с асадом сражать нет такой силы быть не может нет такой власти алёшенко помню бывший премьер-министр израиль и худ оль мертв признан виновным злоупотребление общественным доверием и получение прибыли незаконным путем до брестаж премьер-министра присадили причем до этого же как бы он прекращали в в отношении его уголовное преследование потом вновь возобновили по вновь открывшимся обстоятельства а потом как говорят его на дамочка который с ним работала она дала показания признательные тут непонятно зачем потому что она тоже получила срок ну это неважно потому что другого и каком-то да я тоже думаю что скорее все не просто так она дала показания потому что смысл какой и был садится наверно отмазывался от чего-то другого поэтому я думаю что брать пример надо с них вот с южной кореи сингапура с израиля где премьер-министров сажают а иногда даже и расстреливают как в южной кореи да правильно рифу равенны и дам дар президентом да и здесь и в израиле президент посадили ну там правда он меньше чем премьер как я имею до полномочиями обладать но все равно великобритании появился кандидат в депутаты адриан хи хири лайнин трет который является вич инфицированным мне кажется он является психически больным потому что вот он там пытался много раз покончить с собой как говорят потом гомосексуалист и захотел заразиться вич инфекцией да вот он списался с каким-то вич инфицированными специально заразился вот а теперь он говорит что он будет самым замечательным президентом сам о презентом премьер-министром извиняюсь в общем нормально пусть пусть да тут хоть можно в это самое не беспокоиться о том что он например будет 15 лет править да да прокурор важно вот если на полном серьезе я говорю сказали что вот сейчас у вова там допустим уходит и приходит вот такой крендель лучше такой на сегодняшний день гораздо безопаснее чем вова гораздо безопаснее прокуратура же париже распорядилась начать расследование в отношении сотрудников европарламента от крайне правой французской партии национальный фронт марин лепэн который заподозрили мошенничество ну да но это обычно друзья путина сразу вот да стандартная ситуация друзья путина жулики и воры это всегда так было но главное что у них неприятности наступают как они начинают с путиным а уж как сильно да ну ночь говорили об этом что путин бедоносец как только поручкался с ним все он как-то вылазить вот от проблем ты видишь здорово рогата его отводит а по всем остальным молнии попадают да ну до поры до времени конечно его от у от него отводит а всех остальных шлепает вот я так понимаю что их выловили на том что помощники числились но это классическая вообще российская ситуация числятся помощники получают деньги работ не выполняют ну и там подорожные все вроде они там куда-то ездили там каким командировочные там то есть в зарплатке а потом выяснять что это все идет в карман тому кто в общем-то ими рулит кому они должны быть помощниками классика суд подмосковье отправил под домашний арест до 25 мая двух полицейских подозреваемых в использовании электрошокера при допросе ну я при допросе используют до сих пор все что угодно а вот именно лески я в январе все это сделали вдруг это все возбудилась возмутилась а почему-то пиваешь а потому что сокращать надо и сейчас каждый день они в прессу вкидывают о том что чё полицейские за рулем пьяный не ездит до ездит постоянно ну вот каждый день не права не возит до пьяные полицейские кого-то пытали там то все для чего для того чтобы было обоснование потом сказать тем же сам полицейским ученым сварить его творится надо это вычищать все а на самом деле просто слоненок маленький на всех не хватает как дом мультики до нетрезвый полицейский стал виновником дорожной аварии на улице чернышевского в саратов ну да это из этой же серии то есть я удивлен что он врезался еще не в полицейского как там в сибири до когда пьяный полицейский врезался пьяного полицейского вот вынесен приговор наркомана сбившему человека да вот четырнадцатом году в августе сбил человечка наркоман и дали полтора года представляешь себе ситуацию если бы ну обычно какой-то дядька не 22-летний мажористый наркоман на пьется выехал и сбил человека сколько пьяный не под наркотического в обычного пьяни и сколько вам ударе на пятилетку правильно ну да сразу отхватил мгновенно пять лет и уехал бы вот этот вот этот нарк он теперь понимаешь вот сколько он тут уже просидел но больше полгода сейчас он сидит еще месяц это полтора и уходит удвою все то есть вот его через полтора месяца выпустят все взятки глазки и вот еще дело расследование закончилось в отношении трех тридцати трехлетний местных жительниц по факту причинения смерти по неосторожности двум малолетним дочерям ну да это та женщина которую помнишь мы говорим что в ангельсе дом сгорел детишки сгорели у нее она поехала за другими своими детьми она многодетная государство и нифига не помогать живет она в халупе в вонючий у нее там сырость тогда были холода бешеные в отоплении нет никакого она вынуждена была включать плиту и ставить кирпичи дом сгорел теперь вот теперь она и на наркотову отпустят а ее посадят а как же петербурге жена палец женщины полицейские оговорила сына чтобы посадить его да она сказал что свою сестру изнасиловал это ничего не подтвердил смотрим что посадить тюрьму может от плохой компании отводить не знаю сегодняшний какой фильм ты был это где-то самое главное чисто не в небо над головой этот как эти копейка копейка ну я один раз смотрел там я помню только передай передай при мне там когда звонил эту дочку своей присадить моя дочка шалава говорит путает с иностранцами за джинсы звонит другу в колонию горит примешь ее на пару месяцев горит для этого самого для перевоспитания говорит ну а я уж говорит буду должен по телефону то он разговаривал может не перевоспитая богу как там мужик который в рот воткнули эту шашку динамитный подожгли выкинули из машины сказали передай привет джимми хендрикс вот в это я не поверил понимаешь не поверил потому что бандюки которые я всех бандюков в 90-е знал по крайней мере вот в ближайшие тут в ближайшем окружении из них никто не знал кто такой джимми хендрикс а те кто знали они никому в рот шашку не засовывали это как бы литературное такое отступление обманутой пенсионерки стали сыщиками чтобы задержать обобравшую их обидчица вот такой да в нижнем новгороде представляешь то есть был был так что работница пенсионного фонда предлагала повышенную пенсию а за это должны были деньги и заплатить мне давали деньги она повышенную пенсию не сделала никому бабки пошли написали заявление им сказали что они должны провести оперативное мероприятие такое то есть подвести еще человека который даст ей деньги все это зафиксировать а потом уж там менты возьмут так оно и получилось они в общем эту выманили какого-то привели мужика который там долгие деньги была взятка там где следователь там с операми спрятались очень фактически мы видим вот уже это третий четвертый случай на слуху когда какие-то люди старухи какие-то какие-то вообще эти инвалиды выполняют работу которую должны делать правоохранительные органы парадоксально совершенно ситуация просто как с этими может так и будет до право эпоха не сами себя будем обеспечить нафиг нам полиция если мы все сами будем задержать самый главный для человека это некое правовой поле понимание что он находится в нем в этом что он не выходит за его рамки то есть его права если он будет знать что он вправе сделать вот так и так и сам защититься конечно он защитит себя у нашего народа потенциальной боязнь защищаться просто она патологическая какая-то вот просто и и им потенциальная так сказать они потенциально то есть полная импотенция тебя бьют а вдруг а вдруг если я его ударю назад то меня было садил да 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 пусть как в советский период умные люди говорили я помню пусть меня лучше трое суд чем четверо несут в израиле скандал в одном из домов престарелых проводились оргии да там повязали 90-летних стариков целую толпу причем они групповухой занимались вот но самое за что их повязать я не понимаю тоже представляешь им там вынесли предостережение что их выгонят они пообещали это не делать их родственникам написали страшные письма маразм полный но я о другом я а жизни в израиле представляешь если в 90 лет люди не просто доживают до 90 лет а еще мог оргии какие-то устраивать но это само за себя говорит да здесь достижение современной химии понятно здесь люди бабки бегают дают взятки чтоб чуть-чуть пенсию побольше ловит кого-то дедушки все уже померли давным-давно когда еще и дедушками не стали то есть а там 90 лет и мужики и женщин прожигает и зажигает понимать что 90-летний как у симпсонов бы сказали вы эти как как сказать кто их там ловит да вы паршивые малолетки ну да взрослый а ведь справа в учебе чем нам теперь 90 лет трахаться что ли нельзя с чего это вдруг да и то что мы живем в этом самом доме престарелых это наш дом это мы его построили наше поколение грубо говоря да а приходит какие-то как вылышка паршивые малолетки там 60-летние 50-летние начинает там строить эти сам мне кажется нужно вот как-то вот эту иерархию возродить у людей старшего возраста проседает некоторая вещь которая связана так сказать вот самозащиты то есть они с трудом могут защитить себя сами они как дети станут даже даже если у них все в порядке у них же есть 60-летние дети в конце концов на могут жальник за них заступить зала верно я бы заступился если бы у меня родители были живы но они умерли но гораздо раньше они что делали оргии выкладывали их в интернет лечил какая разница тоже или там может привести к нежелательной беременности жительница туркульского района республики каракалпакстан это узбекистане юсупова тут и умерла на 135 году жизни каракалпаки в узбекистане как я понимают казахи узбекс узбекские казахи да вот на 135 году но это неофициально то есть она не имела звание самого старого человека но это видишь как как здорово 135 лет а вот старейшая жительница планеты тоже померла которая официальная в японии есть 117 лет было миссию акава я к тому вот кто нас слушает тут представляете неофициально к юсупова до 135 дожила а вот это аккаунт до 117 и когда мы говорим о том что там путин до 18 года не досидит то вот надо помнить что люди потенциально могут до 135 дожить при хорошем питании и так далее при соответствующем уходе в 90 лет еще могут трахаться поэтому а что я сказал что в восемнадцатом году не будет путина только в том случае если мы все очень сильно этого захотим если мы будем сидеть и жевать сопли он будет 18 в двадцать восьмом и в тридцать восьмом еще он сто тридцать пять лет проживет этот путин поэтому нам очень сильно надо всем вместе захотеть я вот очень сильно его не хочу и прошу всех присоединиться ко мне ночью он бы еще мог лет шестьдесят в тюрьме свободно посидеть в тюрьме столько не сидят хотя нет там вот в японии помнишь при хорошем уходе и казни был выпущен он он ждал смертной казни там хоть немыслимое количество лет до 104 лет он сидел ждал а приговорили ему там 37 что ли было так что да а кто выпустили решили отчего французский сенат отверг законопроект предусматривающие штрафы для тех кто платит за за секс да помнишь мы с тобой как-то говорили очень прикалывались по поводу того что там проститутки не несут ответственности но зато те кто платит за секс должны были штрафы 1500 евро выплатить мы говорим там совсем с ума сошли вот слава богу отвергли если всех штрафовать кто платит за секс то надо просто это половина ровно половина населения земли потому что мужики платят за секс всегда особенно в браке они безумны конечно конечно платят всегда ну и какая часть женщин видимо тоже будет в германии бывший офицер полиции признан виновным в убийстве человека с которым он познакомился на интернет-форуме посвященным каннибализм да представь что убил и съел и вот там в основной массе полицейские которых там привлекать к уголовной ответственности за рубежом это психически больные люди которых не распознали их там не так много а вот здесь по какой-то причине после всех чисток невозможно которые проводили там из милиции полиция все равно ты знаешь привлекают к ответственности в психически нормально я не сказал здоровых но те которые могут призна быть вменяемыми в отношении криминируемых им деяний их большинство вот парадокса то есть где они берут полицейских те которые вот делятся только на тех которые изредка кого-то съедят и остальные которые не совершают противоправных действий вот вопрос так и нам этот вопрос нужно будет решать где нам будущем милицию там полицию брать голландской энергетической компании тестирует новое оборудование это серверы для обогрева домов вот как то есть это серверы как я понимаю к обычно развертая до которые теперь вырабатывают нужно от которого все время сбавляешь google держит огромные ангары в этих ангарах сервера и куча механизмов которых охлаждают это нафига давайте в холодных районах ставьте сервера в жилые дома в виде батарей и все вот у нас обогревает какой-то отвод перевод ну да утилизации тепла вполне тем больше там действительно были большая проблема с этой этим теплом ну сейчас вот такое понятие наверное будет новых как тех логистика да то есть раньше все таки это проседало сейчас будет это развиваться то есть чтобы одно к другому прикручивать раньше прикручивают чего-то вот есть электростанция атомная там какая угодно вот она вырабатывает помимо электричества такое количество тепла который не нужно но там сделают теплицы и вот как они здорово это тепло утилизировали или там как каком-нибудь электренные вылили получилось озеро которое не замерзает и там рыба плавает ну там тет стоит да ну и другие такие то снова на самом деле человечество то должно идти гораздо дальше то есть когда вообще до до минимума все утилизировать вот все что угодно должно быть утилизировано ничего не крошки улетать не должно хирурги из великобритании впервые в истории провели операцию по пересадке мертвого сердца ну ты что же стоит очень хорошо что теперь живых людей будут резать меньше раньше чтобы добыть сердце человеческое приходилось признать его не жизнеспособную все там какая в нем жить помощь как в этом скорая помощь у чехов когда там мужика подкидывали на рогожки этого реанимировали и давали как как обмершим а тут обмерших от утонуть и надо качать не качать а растирать и давать жженые перья помощью вначале на рогожки подкинули потом растирали жженые перья потом он умер где да какая в нем жизнь была не было жизни так и здесь то есть человек попадал может быть его можно было откачать но нужно сердце а вот теперь если пойдет нормально тот может быть кого-то пульс откачивать британский преступник осужденный за мошенничество особо крупных размеров сумел самостоятельно освободить себя из камеры с помощью компьютера да он с помощью телефона телефон да у него был телефончик ну куда фактически он создал сайт похожий на сайт тот который действует с этой тюрьмой откуда она все сообщения тюрьма получать но там все было с ошибками ну никто не обратил внимание он себя натурализовал в виде какого-то значит руководителя от имени этого руководителя отправил всем сообщение о том что себя надо ну смысле вот его освободить его освободили он погулял три дня и вернулся я так понимаем просто нужно был пойти так обухать пор покуролесить и все сидеть надоел нему скучно стал в этом младе вот вот как-то говорится сейчас многие что вот сериальная культура да это же ведь вот мы сейчас читаем новость это сериал и сериал это называется как не смотрел никто вот вот то что он сделал это было в сериале когда чувак уж мы не с помощью компьютер там этот вот он работает на фбр я забыл как от сериал называть смотрела вот именно люди смотрят сериалы вот ты говоришь ему надо было погулять побухать да ему надо было сыграть эту роль который в этом популярном сериале этот чувак играл ну как бы это самое то есть люди уже подражают просто это что он вернулся там этого тоже замели на второй день это тот же самый сюжет ты лучшую новость пропустила она в принципе как рекламное объявление в берлине объявили конкурс на вакансию испытателей борделей представлять причем как женского так и мужского пола у нас вот где там прадедушек про все эти сексуальные дела его для записаться да вот на испытатель бордели представляешь вот интересно там трудовую книжку заводит записывают это вообще профсоюз на любых про союз испытателей борделей а мы вот все я тут записал для себя а мы все в эрефии без конкурса работаем испытателями пуртинского бордели вернее бардака да еще и сами за это платим на на самом деле так оно и есть в объединенных арабских эмиратах каждый может попробовать одно из самых дорогостоящих сладких лакомств на планете ну да то есть там дают мороженое которые посыпают золотой крошкой я бы говорят что это золотая крошка не вредная ну и чё ну она если они пусть скажет пусть найдется хоть один который скажет что она полезная для человека золотая крошка в бред бред конечно я вот это меня зацепила вот ну мы все время говорим кто же заголовки то вы думаете совершенно неграмотные люди тебя не покоряба вот это сладкое лакомство зло с чего конечно лакомство масло 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 беда их люди люди на могиле известного чешского писателя появился qr-код это что такое ну вот этот квадратик такой который телефончиком фотографируешь да как в этот борода и оказывается в соединенных штатах уже есть и у боровского вот сделали на могиле чтобы можно было залезть тут же википедии может ли все про него узнать надо смартфон там да конечно и вот значит я помню когда прочитал я вспомнил сразу восьмидесятые годы наверно году на восьмидесятых причем в апреле сейчас помню страт кстати у меня и тетрадки эти изъяли при обыске в свое время мои детские там и юношеские тетради пристающим компанию начитались это вот выкладки я многие писал что будет в будущем в далеком причем будущем вот я помню в марте 80 написал что в далеком будущем будут кладбища которые с искусственным интеллектом то есть это не в том виде в котором а так такой какой-то помещение куда человек может прийти и где всю жизнь будет человек тестироваться в течение всей жизни то есть его интеллект его поведение в рамках какой поведенческой группы там он действует и так далее как какой у него характера так и потом будет формироваться вот этот образ интеллектуальный такой и искусственно и искусственного интеллекта и когда кто-то из близких помер не дай бог то можно будет прийти на это электронное кладбище пообщаться с ним то есть будет голограмма он будет с тобой разговаривать тем же голосом у него будут будет тот же интеллект что и упаку и этот же интеллект потому что он в течение всей жизни тестируется весь опыт вся память все будет там поэтому ты фактически ну может быть не с той же самой личностью но личностные особенности те же самые будут с кем ты будешь общаться это вот тогда восьмидесятом году я помню многие вещи такие вот следователь из я потом вернули я представляю как в каком шоке они были когда это все прочитали но видишь вот начинается с вот этой вот таблички а я думаю что так и будет в будущем так и будет 55-летний японец наото мацумура вернулся на место аварии фукусимы чтобы заботиться о брошенных домашних животных да там огромное количество погибло домашних животных вот через несколько некоторое время после аварии все убежали а вот один человек вернулся и теперь то фотографии были на это вчера еще он их кормит поет там коровы все померли потому что они в сто или были и так далее в общем-то он заботится о тех кто остался жив там куча кошек собачек и так далее вот он живет в этой зоне ну мы знаем что в чернобыльской зоне то же самое был там тоже огромное количество тут вот один а там много людей осталось которые никуда не поехали и тоже заботились там во всех вот так человек устроен всегда есть кто-то который обо всех позаботиться да и вот еще бездомные собаки пришли на похороны женщины которые кормила для тоже фотографии были там гроб стоит и вокруг куча собачек пришла попрощаться это в в латинской америке в мексике да была маргарита суарес там у фотографии и она у нас куда-то делась со вчерашнего дня и вот я для себя ски записал то знаешь когда про таких людей думаешь то вспоминаешь сразу же мысли святого августина и вообще вот тот спор по поводу грешников и святых да и вот то есть тот спор что кто где окажется после смерти то есть покаявшиеся грешники должны оказаться в раю но если в раю окажется покаявшиеся грешники то это святые ты где должны рядом с ними и вот если эта женщина будет в раю то вот некоторые дебилы которые сейчас там людей убивают где-то там бегают а потом они может быть и покаются в рамках там допустим русской православной церкви пойдут покаются прим причастие умрут они рядом с ней что окажутся там в район рядом с этой женщины не верю швейцарцы рассматривает 6 проектов нового гимна да ну швейцарии что там прямая демократия в отличие от представительной демократии тогда когда основные вопросы принимаются на референдуме и вопрос бога в гимне там считают очень важно то есть вот здесь взяли просто хранимая богом родная земля михалков написал путин принял все за всех принял я не против как бы бога в гимне я против михалкова в гимне да понимаешь то есть у меня свои здесь но я я допускаю что кто-то там вот мужчина из тогда из смоленска до или из воронежа обращался в суд по поводу вот этих строчек он атеист он паспорт советский не менял ну если ему это уши режет конечно он имеет право почему многие вопросы не выходят на референдум хотя в конституции это записано как почему потому что тогда власти не будет у этих полный абсолютной власти потому что даже предположить что было бы нормальная представительская демократия все равно это конечно не то да в отличие от прямой демократии то есть ты кому-то поручаешь подумать за тебя проголосовать да пошли все нафиг с какой стать они должны заменять что-то думать там голосовать и всегда я я был депутатом я видел это отремя я видел когда я один голосовал против я у я знаю железно что народу это не надо я каждый день общаюсь с людьми я вот выхожу спрашиваю вам это надо нет не надо так я один против из 35 проголосовал ну как же так вот поэтому конечно а время у нас вышло до вопрос если вдруг произойдет чудо и свифт отключится стоит ли ждать в качестве ответной реакции бомбежку воронежа путина ну нет конечно то есть в воронеже воронеж может быть спокойно он почему воронеж всегда как в том анекдоте это из анекдот про китай да там и тогда воронеж всегда почему-то под бомбежку попадает во всех анекдотах хотя я не думаю что это самый такой стратегически важный объект для бомбежки поэтому если свифт отключат я не знаю что будет делать путин но наверное еще крепче сплочать ряды ну безусловно то есть здесь какая-то внутренняя риторика она и сейчас весьма реакционная она изменится еще будет более такая жесткая потому что понятно что будут проблемы ну вот мы наверно завтра куда ему жестить то вот так по большому счету полно еще куда но мы с тобой пока но он я сидим а ты имеешь влаги не скайлом но речь-то идет о внешней реакции я так понимаю и на внешней реакции она с тобой идет свифт отключили условно говоря а реакция будет обращена вовнутрь потому что свифт отключить для чего я прозвать внутри я внутри рок-н-ролл ты сказал что я думал что то что он какую-то реакцию вопрос я так понял про внешнюю реакцию был как нет он будет путин будет бомбить воронеж имеет а воронеж внутрь действию внутри обрану надо будет делать путин путин конечно будет все ужесточать бомбить конечно воронеж не будет здесь то еще есть у него куда уже стать наружу то он уже все он уже сказал больше ничего показать это это тоже слабые переговорные позиции выложить сразу главный козырь и думать что ты можешь на нем все время вообще полный идиотизм вообще полный идиотизм то есть если бы они каждый день не летали а летали там раз в месяц к примеру был гораздо страшнее да и не говорили ничего про бомбу а теперь уже все тоже люди привыкают и все теперь либо бросать либо ты как за либо это а бросать кому и куда даже если путин как-то говоришь это ему надо вот володину надо чтобы ядерная бомба взорвалась где-нибудь поешь что нет конечно не тот в его планы не входит ну да чуть чуть можно конечно управлять и радиоактивными остатками земли остатками радиоактивными остатками эти мощами до они же налогов не смогут платить остатки как только друзья путина решат проблему спасения своих капиталов путин будет уничтожен дело в том что друзья путина ни в коей мере не смогут решить вопрос спасения своих капиталов потому что он состоит из двух частей первая часть внешняя им нужно договориться во внешнем мире там о том чтобы эти капиталы были защищены ну к примеру там с америкосами там президенты меняются через несколько лет с одним договорились другим не договорились республиканцами договорились еще президенты там прокурорами демократа тебя там как какая-то моника левинской там со слоником поиграла да и прокурор клинтона чуть не замордовал поэтому внешне это очень эфемерно вот этот переговор это полная ерунда и внутренне какая здесь будет власть но представьте даже на сто процентов они договорились с обамы и со всеми будущими президентами там появился какой-то я не знаю бог американский стал все в америке тебя не тронут но прекрасно тимченко привозит туда капитала размещать а здесь власти приходит мальцев и говорит значит там парни вот за башку тимченко мы пять процентов его капиталов даем а это вам на расходы притащить мне его в багажнике вот сюда вот под окна и покажите что вы его привезли что думаете не привезут и вы думаете тимченко питал что ли не отдаст да да все до последней копейки будет долго еще хвостом махать чтобы посадили пожизненно и всех сдаст всех до единого так что надо брать пример с румынов как уничтожать коррупцию да не надо искал пример брать над просто уничтожать и все из них таких тут нужно коррумпированную власть уничтожить и все и насадить такую систему которая не предполагала бы коррупцию но система открытости когда все документы официально публикуются включая черновики когда везде видеокамера везде везде микрофон и все ничего спрятать нельзя попытался спрятать все сразу выгнали это официально в законе закон об открытости врать нельзя закон о правде задают вопрос чиновник он должен открыто рассказать либо если не можешь рассказать открыто ты не работаешь чиновником а зачем так причал почему медведев не перевел часы ну вот для того чтобы задавать с таким вопросом представлять стоит переводит то не переводит то отменяют то при принимают такая происходит движуха все там ходит и спрашивают а чё там как там медведев сказал переводить часы или не переводить вот кто бы вспомнил медведево вообще в нынешних условиях вот говорят там я на путина наезжать начало медведево наезжать ничтожный совершенно сидит его и не видно там вот он сидит такой там на стульчике на этом и все и ну вот если бы не 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 часы переводить туда-сюда мы про него вообще бы не вспоминали никогда все что спасибо спасибо до свидания с 1 апреля вас еще сегодня мы не врали по крайней мере я так думаю